Здравствуйте, уважаемые телезрители, и добро пожаловать на новую программу Шабтизиля. Сегодня вечером мы обсудим тему, имеющую первостепенное значение для Республики Молдова и региона, внешнюю политику и ее влияние на внутреннюю и региональную стабильность. Наша страна находится в переломной точке. Какие сценарии развития наметили для Молдова и как они повлияют на наше будущее? На эти и на другие вопросы мы сегодня будем отвечать с директором Института стратегических инициатив Владиславом Кульмейским, который будет нам сегодня рассказывать его точки зрения, про этих тем, таких важных для нашей страны. И не только добро пожаловать на Шабтизиле, господин Кульмейский. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Так как я уже говорила в своем интро, мы сегодня будем в общем говорить про внешнюю политику, но если у нас останется время, будем обсудить и наши внутренние процессы. Давайте начнем. На днях, мне кажется, или на прошлой неделе вы были на одной из передач, вы сказали там одну идею. Я хочу рассказать нашим телезрителям эту идею и обсудить и тут вместе с вами эту идею. Вы тогда говорили, что приходится признать, что с региональной геополитической точки зрения тот 30-летний период, в течение которого США были практически доминирующие державы в мире, подходит к концу. Это реальность. Мир разделен на сферы влияния нескольких стран и региональных актеров. Допустим, Турция, Иран, Российская Федерация, Китай и так далее. Все они намерены создать центр силы. Какова роль нашей страны во всей этой суматохе, господин Кумизский? Вот прямо я такое сказал. Я, честно говоря, не очень помню. Но в целом, да, вы знаете, к сожалению, это не суматоха. К огромному сожалению, это процессы, которые в мировой геополитике происходят редко, не так часто. Это, по сути, то, что мы назначаем созданием нового, то, что мы называем созданием нового регионального, а даже, возможно, и мирового порядка. И мы живем в этом мире, и мы, как Республика Молдова, мы находимся прямо в самом эпицентре этих процессов. То есть мы находимся на вот такой точке геополитического разлома, где, по сути, судьба Республики Молдова будет решаться именно по итогам этих серьезных, глобальных, глубоких перемен, которые сегодня происходят в регионе. Вы знаете, очень жаль, что у нас, на самом деле, вот вы правильно сказали, что у нас эти вещи обсуждают не очень много и не очень глубоко, а стоило бы. И стоило бы это обсуждать, в том числе и с профессиональными историками, и с людьми, которые занимаются международными отношениями, геополитикой, геоэкономикой. Сегодня есть еще одно очень важное направление, которое называется геоэкономика. Это достижение геополитических целей тех или иных стран за счет экономической мощи, экономического развития. Теперь военная составляющая силы государства – это уже далеко не только единственное измерение, по которому измеряются центры силы, по которому измеряются великие державы. Потому что, если посмотреть на эти процессы немножко глубже, то мы, конечно же, увидим очень много чего интересного. Мы очень увидим много важных трендов для Республики Молдова. И вы правильно задали вопрос, почему это важно для нас? Потому что хорошее, глубокое понимание этих трендов и направлений позволит Республике Молдова принимать правильные решения. Давайте поговорим про эти тренды. Потому что очень много идет дебатов, очень много экспертов разных появляется, которые рассказывают очень так вскользь, не глубоко, о том, какой политике необходимо придерживаться Республике Молдова. Мне кажется, что на сегодняшний день для Молдовы принципиально важно в руководстве иметь людей крайне взвешенных, которые хорошо понимают эти процессы, которые происходят в регионе, которые хорошо понимают и просчитывают последствия тех или иных действий. Потому что здесь, знаете как, если, допустим, для больших стран или для великих государств цена ошибки, она не обязательно означает распад, она не обязательно означает внутреннюю дестабилизацию и в конечном итоге войну, то для таких государств маленьких, как Республика Молдова, Республика Молдова все-таки маленькое государство. Мы субъектом геополитики никогда не были и, наверное, не будем. Мы всегда были страной, которая лавирует между интересами этих больших игроков и больших держав. То вот для нас цена невыверенных, непродуманных действий или метания из стороны в сторону может быть крайне серьезной. И, на мой взгляд, для Республики Молдова наихудший возможный вариант. Смотрите, мы находимся сегодня в окружении... У нас сегодня два соседа, да? Значит, у нас... Румыния и Украина. Румыния и Украина. Наша наземная граница с Украиной – 1222 километра. Вторая по протяженности после границы Украины с Российской Федерацией. Наземная граница. Значит, и вот в этом окружении для Республики Молдова самый, пожалуй, плохой вариант – это остаться серой зоной. Вот знаете, как серой зоной... Мы серой зоной были, по сути, вот эти все 30 лет, о которых вы говорили. Этот период неопределенности, по большому счету, вот все, когда Советский Союз распался, страны постсоветского пространства, которые находились вокруг России, они существовали в таком подвешенном состоянии. То есть там одно время, значит, доминировала Москва во внутренней политике, и Москва доминировала в плане выборов, которые делали эти страны. Потом, значит, конечно же, неминуемо некоторые страны, такие как Республику Молдова и Украину, начало привлекать западная модель развития, они начали придерживаться западной модели развития. Россия сочла это как выход из своей сферы влияния, и тут появились геополитические противоречия, которые начинают приводить, в том числе, и к столкновению. Так вот, для нас оставаться в этой серой зоне, в которой мы находились эти 30 лет, это самый плохой вариант. И вот это вам подтвердит любой специалист по истории, любой специалист в области геополитических отношений, потому что именно вот в этих зонах неопределенности, серых зонах, как правило, всегда и происходят самые страшные события. Вот поэтому для Республики Молдова очень важно сделать выбор, и этот выбор должен быть правильным, учитывая наше нынешнее геополитическое окружение, учитывая то, где мы находимся, между какими странами мы находимся. И здесь я говорю даже не об идеологии, я здесь говорю об абсолютно чисто прагматических вещах. Единственный путь – это Евросоюз? Правильный путь? Это не единственный, конечно же, это не единственный путь. Но мы, знаете, могли бы с вами здесь пойти от противного, например. Вот я слышал, там некоторые эксперты говорили, давайте мы вступим в БРИКС. БРИКС – это очень интересное такое межгосударственное объединение, которое объединяет Бразилия, Россия, Китай, Индия, Южная Африка. Ну и плюс там вокруг БРИКСа еще кучкуется некоторое количество других государств больших. Ну представьте себе, как вы считаете, что бы Республики Молдова означало вот такая резкая смена курса, особенно учитывая нашу геополитическую реальность, наше геополитическое окружение, в котором мы находимся. Значит, мы находимся между Украиной и Румынией, и Республики Молдова. В этом смысле даже чисто прагматический выбор достаточно ограничен. Этого выбора на самом деле особо-то и нет. Или, например, вступление в Евразийский союз для Республики Молдова, чтобы он означал с точки зрения учета нашего геополитического положения. Да, для Республики Молдова движение в сторону Европейского союза, мне кажется, на сегодняшний день – это осознанный выбор. И это выбор, который сделал бы любое ответственное правительство. Любое правительство, которое не хотело бы, чтобы на территории Республики Молдова противоречия между геополитическими центрами силы вылились в войну. И вот мне кажется, это необходимо понимать. То есть можно говорить, конечно же, обо многих вопросах. Можно говорить о том, что правительство там недостаточно грамотно этот процесс ведет, недостаточно быстро или не в ту сторону, или есть какие-то… Но само направление движения, само геополитический выбор, даже если хотите, Республики Молдова, мне кажется, тут по итогам любых здравых размышлений люди, профессионалы, специалисты в этой области, наверное, посоветовали бы Республике Молдова то же самое. И вряд ли бы кто-то посоветовал Республике Молдова сделать другой выбор, который неминуемо мог бы привести в стране к очень серьезным последствиям. А вообще, Рик, ну смотрите, у нас этот процесс создания, распада, роста больших игроков в международной жизни идет постоянно. Напомню вам, не будем сильно далеко ходить, давайте возьмем Османскую империю, там на пике своего могущества, ну что они взяли там Константинополь в 1453 году, а в 1683 году Османская армия стояла под Веной. И они вполне серьезно намеревались взять Вену. После чего начался процесс отката, процесс распада, да, и начали возникать другие большие державы, другие большие игроки. И сегодня в мировой политике мы тоже наблюдаем такой самый процесс. Если вы внимательно проанализируете, как развивался и рос Китай, например, за последние 40 лет, с 1980-го там по настоящий день, это то, чего в мире еще не происходило никогда. Это, по сути, как бы совершенно уникальная история. Я вот, у меня есть там очень много друзей американцев, значит, которые занимаются профессионально этими вещами. И вот многие из них говорят, слушай, если бы мне кто-то там в 1985 году сказал бы, что в 2020-2024 году я увижу это, я бы никогда в это не поверил, просто потому что такое невозможно. Вот оказалось, что это возможно. И мы, по сути, сегодня наблюдаем процесс, когда вот центр внимания, центр мировой политики вполне возможно будет смещаться в так называемый азиатско-тихоокеанский регион. Значит, это Южно-Китайское море, это все там, значит, страны, которые окружают, которые находятся там в регионе. И возможно, что фокус, центр внимания и акцент будет уходить от, значит, Европы и, возможно, и от Республики Молдова, в том числе и от Украины. Вот. И нам необходимо все эти вещи хорошо понимать, нам необходимо себя обезопасить в плане, ну вот, недопущения в Республике Молдова возможных столкновений, противоречий, которые могли бы привести к войне. И нам необходимо делать выбор, потому что... А есть на данном этапе вот такие риски? Конечно же, есть. Радик, они есть, и они, причем они после начала войны России против Украины, они были очень высокими. То есть вы посмотрите даже на карту, и вы увидите, что Республика Молдова четко, абсолютно находится в эпицентре геополитического передела, который сегодня происходит. Прямо в самом эпицентре. Мы не то, что там находимся на его окраине, мы в эпицентре. И да, действительно, эти риски были, существовали. Я считаю, что, в принципе, правительство с этим справилось профессионально. Правительство, президент, все те, кто занимались внешней политикой, все те, кто занимались геополитическим направлением Республики Молдова, урегулированием конфликта. Напомню вам о том, что у нас неурегулированы преднестровские конфликты. В принципе, те выборы и те решения, которые были сделаны до сих пор, они все были геополитически грамотными, то есть просчитанными, по крайней мере. И вот этой опасности удалось избежать. Это крайне важно, потому что эта опасность существовала, и где-то, наверное, в течение 7-8 месяцев она была абсолютно реальной. Приднестровье. Если существует на данный момент диалог между правым и левым берегом? Ну, об этом, наверное, лучше спрашивать правительство, но, как бы, исходя из того, что мы не видим никаких тенденций к эскалации ситуации, что мы не видим абсолютно никаких даже публичных столкновений, противоречий, судя по всему, как бы, значит, сегодня можно было бы утверждать, что из Приднестровья для Республики Молдова сегодня мы не видим никаких серьезных угроз. Чего нельзя сказать про Гагаузию, например, да? А что там происходит? Ну, вы сами видите. Там постоянно, там сегодня, значит, там сегодня руководство, которое использует любой повод для того, чтобы, значит, вступить в конфронтацию с центральной властью. Использует любой повод для поиска конфронтации, конфликта с центральной властью, и которые сегодня, по большому счету, занимаются вещами, которыми они вообще не должны заниматься, внешней политикой. Вот сегодня они там пытаются привезти в Гагаузию дешевый газ из Российской Федерации. А кто-то себе задает вопрос, а почему вдруг Российская Федерация давала бы Гагаузии дешевый газ, а все остальное Молдове нет? Зачем бы это делалось? И вообще другой вопрос, а есть ли у руководства автономии такие полномочия вообще, как договариваться о газовых контрактах для гагаузской автономии? Для этого неплохо было бы заглянуть в Конституцию, неплохо было бы заглянуть в закон, значит, о статусе Гагаузии 1994 года, в вложение Гагаузии 1994 года. Там все очень четко прописано. Они полностью, целиком вышли за пределы своих полномочий. И сегодня их используют как тарант для того, чтобы сбросить правительство Республики Молдова, что опасно для всех. Знаете, некоторые там из оппозиционной силы хлопают в ладоши, кричат «Ура, ура, давайте, давайте, сбросьте там этих центральной власти в Кишиневе». Они не задают себе вопрос, а что это будет означать для Республики Молдова в целом? Что это будет означать для целостности государства, для сохранения Республики Молдова? И что это будет означать? Это будет означать крайне неприятные процессы, потому что если это произойдет раз, то почему же тогда это не может произойти еще раз, и второй раз, и третий раз, и четвертый раз? А как потом ты приведешь эту ситуацию обратно в законное конституционное правовое поле? Это будет очень тяжело сделать, то есть раскачать эту ситуацию, да, можно, ее можно растормошить, можно привести к столкновению, можно привести к чему угодно, но как потом вернуться обратно в нормальную правовую, в правовую систему взаимоношения, непонятно. Причем тут важно понимать, что никаких абсолютно поводов, причин для эскалации, для конфликта между Камратом и Кишиневым не существует просто, их выдумывают прямо на ровном месте. И никто в Гагаузе абсолютно никакой эскалации, никакого конфликта с Кишиневым не хочет. Тянут буквально там группа людей, но это отдельная тема. Вот, но смотрите, мы с вами говорили по поводу тех перемен, которые происходят в регионе. Ну, сегодня тоже очевидно, что Россия после этих 30 лет, после распада Советского Союза, которые прошли, она пытается восстановить обратно какую-то свою сферу влияния, да, уже четкую, жестко закрепленную. В Украине, в Республике Молдова мы очень четко, абсолютно входим в эту сферу влияния. Наверное, для того, чтобы вернуться там в разряд больших игроков, в великих государств. Значит, ну, тому есть очень большое количество причин, почему и зачем они это делают. Не будем сегодня, не будем в это вдаваться, потому что это, значит, такой очень длинный большой анализ. Ну, тут важно понимать, что Россия не получится это сделать. Не получится это сделать, и ей не дадут этого сделать, потому что, в том числе и по геополитическим мотивам, да. Так, опять же, немножко там вдаваясь в историю, например, возьмите политику Великобритании на континенте, да. Великобритания всегда проводила внешнюю политику, которая была направлена на то, чтобы не допустить появления доминантной силы, значит, на европейском континенте. Вот это была основная задача. Поэтому Великобритания принимала столь активное участие в войнах против Наполеона, наполеоновской Франции, когда, значит, Наполеон пытался поставить, по сути, там, под свой контрабель, он пытался стать гегемоном в Европе, да. И после этого был конгресс 1815 года, значит, Венский конгресс, так называемый, на котором, по сути, там, региональное европейское устройство было определено и чуть ли едва ли не на сто лет. Поэтому во время Крымской войны, например, Великобритания, вместе с Турцией, с Османской империей, значит, и с Австрийской империей, которая, кстати, от которой ожидали нейтралитета, но которая все-таки подключилась ко всем государствам, которые были против Российской империи. вот именно тогда, поэтому они тогда пытались не допустить дальнейшего расширения, роста влияния России, что привело к поражению России. Они всегда пытались не допустить возникновения гегемона на европейском континенте. Кстати, это же в конечном итоге, это политика, политика, когда, значит, ну, вот Бисмарк там, да, когда он создавал, когда было в Европе, там, в центре Европы было большое количество разных разрозненных, небольших немецких государств. Бисмарк в 1864 году против Дании выиграл войну, в 1866 году против Австрии выиграл войну, а в 1871 году он, значит, в войне против Франции объединил Германию, по сути, подписав, значит, провозглашение Германской империи в Версальском дворце. И после этого начался неуклонный рост Германии как фактор в европейской политике. И после этого у Великобритании возникло опасение того, что Германия станет гегемоном в Европе, что Германия, по сути, поставит под свой контроль всю Европу, в том числе Бельгию, в том числе Нидерланды, которые всегда за нейтралитет, вернее, отчет, которых... Но это не произошло, в конце концов. В конце концов, это к чему привело? Это все привело, это, это привело к Первой мировой войне в 1914 году. То есть Германия, более того, Германия, значит, после того, как ушел Бисмарк, который очень грамотно и умело создавал альянсы, и который, например, решил не участвовать в гонке за Африку, в колонизации Африки, потому что он считал, что это могло бы вызвать опасение того, что Германия, значит, начинает расширяться. Это могло бы вызвать опасение, соответственно, создать контр-альянс против Германии. Так вот, значит, после этого Германия, после того, как ушел Бисмарк, значит, Вильгельм II там и его канцлер новый строили немецкий флот, который, по идее, должен был сравняться по силе и мощи с британским флотом. И, конечно же, у Великобритании это вызвало впечатление того, что Германия пытается доминировать на континенте, а в конечном итоге это будет угрожать интересам в том числе и самой Великобритании. Великобритании 1914 год, Первая мировая война. И таких примеров можно привести немало. Значит, и сегодня нужно понимать, что с геополитической точки зрения я пока не вижу абсолютно никаких обстоятельств, при которых России позволят просто вот так взять и поставить, и вернуть под свой контроль, и, не знаю, там, и создать новую геополитическую сферу влияния, что будет означать неминуемое усиление России, значит, на евразийском континенте. Но есть голоса, которые говорят... Кстати, причем это даже и Китай, даже не выгодно и неинтересно. Так вот, есть голоса, которые говорят, что сейчас даже не Россия... Главный актер в этом схеме даже не Россия, а Китай, и они пытаются создать большой-большущий центр силы. И если до сих пор как-то, хоть и неформально была эта борьба между США и Российской Федерацией, сейчас Российская Федерация даже не будет в этой схеме, а будет США и Китай, и будут две большие державы, и они будут бороться экономически с этой точки зрения. Дай бог, дай бог, чтобы только экономически... Я скажу, да, я продолжу вашу мысль, вы абсолютно правы, но не будет, а уже есть. Это уже происходит. Это уже реальность. Процесс уже... Этот процесс уже пошел, этот процесс запущен. Есть такая очень интересная книжка, значит, которая... Так называемая ловушка Фукидида. Это, значит, теория того, что... Допустим, возьмем какую-нибудь там коммунальную квартиру, да. В коммунальной квартире живет там, например, 4 человека. В разных комнатах коммунальной квартиры, да. И вот там в квартире номер один появился какой-то там огромный там большой культурист, который растет, наращивает мускулы, да, и постепенно начинает расширяться. Что будут делать остальные три? Конечно же, они будут считать, что это угроза для них, да. То же самое в бизнесе. Растет, например, какой-то... Растет какая-то компания или фирма, и те компании, которые сегодня контролируют рынок, монополисты, они всегда неминуемо опасаются и боятся этого своего возможного конкурента. Так вот, в этой книге говорится о том, что за последние 500 лет было таких ситуаций, 16 или 17, что появлялся новый мощный центр силы, новая мировая держава, которая росла. И это угрожало позиции гегемона, это угрожало позиции того, кто контролировал международную систему до сих пор. Так вот, из 16 таких случаев, 12 закончились войной. И только в 4 случаях эти противоречия между растущей большой серьезной державой и существующим центром силы, гегемоном, удалось решить мирно. Один из таких случаев – это Карибский кризис, или кризис карибских ракет, его по-разному все называют, в 1962 году. Может быть, вы смотрели этот очень интересный фильм. Значит, этот кризис произошел в октябре, и тогда… Нет, не смотрела, но посмотрю. Посмотрите, это очень интересно. И, значит, там в течение двух недель кризис, мир весь стоял на пороге ядерной войны, когда Советский Союз решил разместить ядерные ракеты на Кубе, тактические. А Соединенные Штаты Америки потребовали их немедленно убрать. Вот оттуда началось это противостояние. Ну, хватило, слава богу, всем выдержки, мудрости, здравомыслие для того, чтобы, значит, отойти и найти, 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 которое как мирное решение, когда Советский Союз вывез ракеты, значит, из Кубы, которые уже были готовы к боевому применению. И, в свою очередь, Соединенные Штаты Америки обязались, значит, Кубу, на Кубу не, там, ну, не пытаться Кубу как-то, значит, поставить под свой контроль и вывезти ракеты, и вывезти одновременно ракеты, ракеты из Турции. Так вот, сегодня этот процесс уже пошел, и, значит, и в том числе и поэтому нам настолько важно сделать правильный выбор, который четко основан на геополитии, даже не на идеологии, который четко основан на интересе этой страны, на просчетах всех возможных вариантов и сценариев, да, и понимании того, к чему каждый из этих сценариев приведет с той или иной степенью вероятности. Так вот, я еще раз повторю тут основную центральную идею, что самый плохой сценарий для Республики Молдова – это остаться в серой зоне, остаться статус серой зоны, которую будут угрожать все, которые будут пинать, как футбольный мячик, и которая в конечном итоге неминуемо попадет вот в эту самую ловушку, о которой мы говорили, про противоречие, столкновение между большими державами. Для Республики Молдова другого геополитического выбора сегодня, кроме как уйти под зонтик безопасности Европейского Союза, еще раз подчеркну, зонтик безопасности Европейского Союза не существует. Господин Кульминский, война в Украине. Сядут ли стороны за стол переговоров? Я тут вспомнила фразу, один эксперт сказал, что кто не садится за стол переговоров, рискует оказаться в меню, или это не тот случай? Ну, это интересно, конечно. Но вы знаете, как бы напомнили мне, после Первой мировой войны, когда была большая Версальская конференция, которая завершила там всю Первую мировую войну, и за счет были подписаны там договоры со всеми побежденными государствами, там участвовало 27 стран, в том числе и Румыния, кстати. Но в реальности все решения принимались только четырьмя странами. То есть только четыре страны, так называемая Большая Четверка, которая, по сути, за столом переговоров принимала, значит, те или иные решения. Среди них, кстати, была Италия, но потом Италия там очень сильно обиделась на то, что их там особо не ставили, значит, не брали в расчет, и они вышли, и, кстати, из-за этого же их интереса и пострадали. Всегда все на каком-то этапе заканчивается переустройством региона, а зачастую переустройством мира. Мы говорили с вами уже там, конгресс 1815 года, Венский конгресс после наполеоновских войн, который, по сути, перечертил полностью карты Европы. Значит, 1856 год после, значит, как бы как после окончания Крымской войны. 1877-1878 год, Первая мировая война, а потом Тегеран, Ялта, Потсдам, да, после какого-то года были решены вопросы послевоенного устройства. К этому неминуемо рано или поздно придет. Конечно же, вопрос, когда. Говорят, что близко. Я, честно говоря, не думаю, я в этом не уверен. Потому что, знаете, война, наверное, заканчивается из истории, из опыта, значит, тогда, когда больше ни одна, ни другая страна военными действиями достичь уже не может, то есть она не может рассчитывать на то, что те или иные цели будут дальше достигнуты военными действиями. То есть это, есть такой один очень хороший термин, сейчас мне не приходит в голову и точный перевод, но это, значит, когда ты уже свою стратегическую ситуацию особо сильно улучшить не можешь. Сейчас очень многие говорят не о каком-то формальном договоре, а говорят о возможности прекращения огня. И тут, и тут напрашивается такая параллель корейской войны, значит, которая началась в 1950 году, когда Северная Корея, значит, попыталась объединить корейский полуостров и, по сути, значит, дошла там, дошла уже там, поставила под свой контроль практически всю Южную Корею, да, а все начиналось с 38-й параллели. И вот после приблизительно года очень интенсивных боевых действий, когда Соединенные Штаты Америки, то есть тогда Советский Союз не бойкотировал заседание Совета Безопасности, ООН, а Совет Безопасности ООН, который включает в себе пять стран, они тогда приняли решение об отправке контингента. Значит, и этот контингент, конечно, под руководством Соединенных Штатов Америки и там знаменитого генерала Мак-Артура, они, по сути, выдавили Северную Корею аж до самой границы с Китаем, после чего Китай вступил в войну. Значит, вот после года интенсивных боевых действий, по сути, все заморозилось на 38-й параллели, еще два с половиной года, значит, шли переговоры о том, как закончится Корейская война. И вот в июле 1953 года, значит, война прекратилась, но формального мирного договора так и не было подписано. Вот сейчас очень многие обсуждают то, как это все будет заканчиваться. Вы думаете, такой формат будет? Это очень и очень важный для всех вопрос. То есть, как это все будет, как все будет, значит, будет ли это заканчиваться, закончится ли это обустройством новой системы безопасности в Европе, либо же это закончится прекращением огня без какого-то либо окончательного урегулирования, без понятной системы координат, как это все будет работать дальше. Потому что сегодня до сих пор, да, то есть, вот это, значит, по 38-й параллели, там есть очень сильно милитаризованная зона по обе стороны Кореи. Там до сих пор сохраняется противостояние и напряженность. И очень многие боятся, что это может, конфликт может вспыхнуть с новой силой, значит, еще раз. Очень многие в Украине, очень многие люди, которых я уважаю, они считают, что Украине необходимо готовиться к долгой войне. В том смысле, что Россия никогда не отступится от своих геополитических целей, что Россия будет делать все возможное, чтобы Украину стереть с карты мира, а именно это было одной из основных задач и начала этой войны, чтобы Украина как государство не существовала. И поэтому Россия ни с чем другим не согласится и будет продолжать эту войну, может быть, там какая-то заморозка будет достигнута на этом этапе, но как только возникнет более какой-то благоприятный для них момент, значит, то они эту войну возобновят. И поэтому для Украины самый принципиальный вопрос – это вопрос безопасности. Кто и как будет гарантировать безопасность Украины, кто и как будет гарантировать Украине, что Россия не повторит это необоснованное, абсолютно ничем не оправданное вторжение, полномасштабную войну против Украины. И вы знаете, я думаю, что во время, когда это будет обсуждаться, когда этот вопрос станет на повестке дня, вы говорите, что, возможно, это будет скоро, да, есть такие сигналы в том числе, в том числе и ввиду приближающихся выборов Соединенных Штатов Америки, которые очень много могут поменять, это тоже страшно интересно. – Будет влиять на решение очень-очень. – Да, значит, многие говорят, что нет, и особенно, знаете, вот особенно последние события, они, видимо, вполне возможно, эту перспективу отдаляют. Значит, но не исключена вероятность, а вернее, скорее всего, так и будет, что и, значит, Молдова, Приднестровский регион тоже будут обсуждаться в рамках вот этой какой-то договоренности либо о прекращении огня, либо о создании системы безопасности, о создании понятной системы координат, а, грубо говоря, о создании сфер влияния, потому что этого хочет Россия. Россия хочет, чтобы вот так, как это было в 1815 году, так, как это было в Версале, так, как это было в Подсдаме, в Ялте, чтобы там 3-4 большие страны сели и снова, заново расчертили карту Европы на зоны геополитического влияния. Вот примерно, как они в себе это видят. Но Запад, конечно, мне кажется, на такие варианты просто не согласиться и не пойдет, потому что время, когда просто-напросто делили территорию... Давайте мы пройдемся на короткую рекламную паузу, потом продолжим нашу беседу. Мы вернемся в студию после небольшой рекламной паузы, как я уже говорила. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию. Сегодня у нас в гости Владислав Кульминский, директор Института стратегических инициатив. Господин Кульминский, внешняя политика. Давайте мы чуть-чуть остановимся еще тут. Вы говорили то, что выборы в Соединенные Штаты Америки будут влиять на процессы, в том числе и в нашем регионе. Там будет очень интересная битва, потому что как мы следим за опросы, что делается, то там то ли Камала Харрис на первую очередь в Штаты, которые очень сильны, то Трамп. И так вот так опросы сегодня одно, завтра другое. Как вы думаете, как будет нарисовываться сценарий там? Ну да, там, конечно, будет очень серьезная борьба за то, кто выиграет выборы президента, и это будет иметь достаточно серьезные и большие последствия, в том числе и для нас. Потому что в том случае, если победят демократы, то, вероятнее всего, мы увидим продолжение политики на поддержку Республики Молдова, на поддержку Украины, значит, на то, чтобы не допустить возврат возможной Молдовы и Украины там как-то под сферу влияния России. Я думаю, что демократы, они не будут согласны с тем, чтобы, ну, наверное, никто в американской администрации не будет согласен с тем, чтобы делить снова регион на сферы влияния, чтобы чертить границы каким-то образом, да, чтобы устраивать еще какую-то там большую конференцию, хельсинскую, например, 73-го года, где будут определены, значит, кто... А республиканцы? С республиканцами, знаете, там очень-очень интересные процессы, потому что сегодня в республиканской партии те процессы, которые там происходят, они действительно беспрецедентны. Потому что между демократами и республиканцами в политике Соединенных Штатов всегда существовали глубокие идеологические... ну, не глубокие, а, значит, глубокие такие... существовала большая разница между внутренней и внешней политикой и рецептами, которые предлагают демократы и республиканцы. Сегодня республиканцы, по сути, это Дональд Трамп. И это совершенно новая вещь для политики Соединенных Штатов, потому что Трамп, он не классический республиканец. Он больше, знаете, как бы он апеллирует больше к тому, чего очень сильно хотят люди. Для классических республиканцев всегда была политика, это ограниченная роль государства, в экономике это рынок, это продвижение частной инициативы, значит, это очень сильная оборона и внешняя политика, это доминирующая роль Соединенных Штатов в, значит... На карте мира. И на карте мира в том числе. Это тоже очень интересная история, как бы, как, значит, Соединенные Штаты стали великой державой. И, кстати, это один из тех случаев, когда Соединенные Штаты заменили Великобританию, британскую империю в качестве мирового гегемона, и при этом это было, произошло без... Мирно. Мирно. Относительно было там несколько таких эпизодов, которые были очень, очень непростые, когда, значит, британская империя, значит, в Южной Америке свои интересы пыталась проталкивать под тем или иным соусом. В частности, это было там в 1903 году в Венесуэле. И когда Соединенные Штаты Америки четко сказали, что, ребят, все, в это полушарие, это так называемая доктрина Монро, в это полушарие, значит, европейские державы, европейские империалистические державы не имеют права вмешиваться. Это вот, значит... Ну, и до сих пор там Южная Америка, чуть там есть нюансы у них. Ну, там есть многие нюансы, но они в основном происходят без участия европейских держав. Без, да. То есть это и есть, собственно говоря, по сути... Но они и сами по себе у них свои нюансы. Это и есть, по сути, значит, по сути доктрины Монро. Так вот, Трамп, он сегодня, значит, во внешней политике, когда он был президентом, он, по большому счету, очень сильно полагался на ту институциональную основу, на тех экспертов, которые вот в этом ключе, о котором мы с вами говорили, они думали, рассуждали, работали. То есть он очень сильно полагался на республиканскую партию. И он был очень ограничен в том, что он может сделать. Сегодня же, если он выиграет эти выборы президента, то он, по сути, будет республиканской партией. Он будет уже во многом контролировать те процессы, которые будут происходить в партии. И он уже будет меньше прислушиваться к так называемому глубинному государству Соединенных Штатов Америки, да, которое, по большому счету, и диктовало последовательность тех или иных политик. И как он будет себя вести во внешней политике, это очень и очень интересный и сложный вопрос. Потому что он во многом полагается на личные договоренности. Помните, как бы, когда был во власти, когда был президентом Соединенных Штатов Америки Буш, он сказал, что я заглянул в глаза, значит, и то, что там я увидел, это знаменитый мем там из этого произошел. Он больше будет полагаться, наверное, на такие личные что ли контакты, договоренности, те или иные связи, чем на структурные процессы. Но все-таки говорят эксперты, что он классический американец, что он не будет, допустим, сказать «да» той или иной стране, которая будет ехать против Соединенных Штатов. Он никогда это не делает. Конечно, абсолютно. Потому что он классический американец, который для меня государство – это все. Вы правы, но только вопрос в том, как вы определяете интересы вашей страны, да, ну, например, республиканцы считают, вернее, демократы считают, что России ни в коем случае нельзя дать возможности воссоздать какую-то сферу влияния вокруг своих границ. Они так считают. Я считаю, что это правильно, потому что тогда мы получим по сути непредсказуемые процессы и, наверное, углубление войны на очень долгий период вперед. И это абсолютно несправедливо по отношению к государствам по советскому пространству. Потому что Россия, по сути, сегодня отрицает государственность как Украины, так и Республики Молдова. Они говорят, что это вообще какие-то искусственные образования. С ними вообще… о чем с ними говорить? Как мы их нарисовали на карте, точно так же мы их перерисуем, эту карту, и часть этих территорий отберем для себя. Потому что сегодня для Республики Молдова один из основных вызовов для нашей страны – это то, что Россия пытается вернуть Республику Молдова полностью под свою сферу влияния. И это для нас очень большая проблема. Знаете, у нас, например, прекрасное отношение со многими другими государствами, в том числе с Китаем, например. Почему? Ну, потому что Китай себе… ну, Китай – это вообще отдельная история по поводу того, по поводу внешней политики Китая и как это происходит. Тоже очень интересно, но обсудим это как-нибудь в другой раз. Так вот, возвращаясь к Соединенным Штатам Америки. Значит, сегодня Трамп очень интересную программу предлагает на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Он говорит, что первое – это массированная депортация нелегальных мигрантов из страны, потому что нелегальные мигранты приезжают из очень многих стран. В частности, он говорит не только про Южную Америку, он говорит там еще и про Иран, и про многие другие страны, и он это раздувает в качестве угрозы для образа жизни типичных американцев. Он говорит, что нужно массированно депортировать всех этих нелегальных мигрантов для того, чтобы у нас там снизился уровень преступности и так далее. Второе – это закрытие границ, не пускать нелегальных мигрантов. Значит, много там… А, очень интересно, он собирается отменить налог на чаевые, тоже большая проблема, потому что сегодня, значит, люди, которые работают в ресторанах, они платят налоги на те чаевые, в Соединенных Штатах Америки сегодня чаевые доходят там до 20%, и он собирается этот налог отменить. Потом, значит, это добыча природных ископаемых в Соединенных Штатах Америки, самих, для того, чтобы снизить стоимость энергоресурсов и таким образом перезапустить экономику, снизить инфляцию. Значит, это возврат производств, базовых производств, мануфактуры обратно в Соединенные Штаты. Но большая часть американцев, они хотят вот этого. Вот именно, именно. То, что он предложит, американцы хотят. Это очень вызывает, как бы вызывает понимание очень серьезное, конечно же, очень многих жителей Соединенных Штатов Америки. И вот тут мы подходим к очень важным моментам. Он говорит, что я за 24 часа прекращу войну в Украине. Многие очень спрашивали, как это будет сделано, за счет чего. И какого-то связанного ответа на эту тему нет. Но то, что он это обещание уже положил на стол, это уже очень о многом говорит. Это означает, что действительно в этом направлении прекращение войны, урегулирование будут предприниматься достаточно серьезные усилия со стороны новой администрации Соединенных Штатов. И, кстати, в Украине это видят и чувствуют. Украина сегодня ведет борьбу за свое собственное выживание. Они сделали уже очень много. Они не дали возможности России стереть себя с лица земли. Они сохранились как государство. Это огромное достижение, потому что никто этого не ожидал. Все думали, что Украина там за полторы недели, Украина рухнет, президент Зеленский убежит куда-то за рубеж. А оказалось, что все наоборот. Оказалось, что украинцы, они показали всему миру дух и любовь к своей стране. И в этом смысле это уже полностью поменяло геополитическую ситуацию. Но вот у него есть такое обещание. Значит, первое. Это по поводу... У него также есть обещание очень быстро прекратить эскалацию... Конфликтов в Израиле и между... Израиль. Израиль, сектор газа. Значит, тоже крайне тяжелый вопрос. Потому что сегодня... Там вообще ситуация очень напряженная между... Конечно, но это ситуация не только между ними. Потому что я вам... Конечно. Но это не только Израиль, сектор газа. Это, кроме того, Саудовская Аравия. Тоже очень интересный случай. А Саудовская... Я вам напомню, что в исламе есть два больших таких идеологических течения. После смерти пророка Мухаммеда Ислам распался на две большие ветви. Это суниты и шииты. Так вот, Саудовская Аравия... Значит, по большей части Саудовской Аравии это сунитское население. Иран это шиитское население. Они идеологически противостоят друг другу. А кроме того, они непримиримы, если хотите, борются за региональное влияние. Вот. У Ирана там есть свой ряд, комплекс государств, с которыми они работают. И вот, значит, в секторе газа... Ну, там, в общем-то, как бы у Ирана тоже достаточно серьезный интерес. И поэтому это может привести просто-напросто к большой региональной войне. Открытой войны. То есть там, на самом деле, это все... Вся эта... И как будет действовать президент Соединенных Штатов Америки будет иметь глобальное значение. Если вы спросите меня, я считаю, что... Что да, эти попытки будут предприниматься. Я думаю, что новая администрация Соединенных Штатов Америки, причем, мне кажется, неважно, будет ли это республиканская администрация, либо администрация демократов, действительно будут предпринимать попытки к тому, чтобы, значит, и войну в Украине завершить. Ждем дебаты 10 сентября между Камулой и Харисой. Я думаю, что эти дебаты нам не дадут ответ. Вот на эти вопросы они нам не дадут ответ. Но мы сделаем новые эти... О намерениях кандидатов. Комплузии, да. Не путайте дебаты с политикой, потому что... Посмотрите, даже как у нас там, да, дебаты, это совершенно... Кстати, ваши декларации про дебаты, про то, что президент Майя Санду не должна ходить на дебаты, очень вызвали ряд эмоций. Я так не говорил. После того, кто я такой, чтобы рекомендовать президенту... Не так. Мне задали вопрос, как вы считаете. Как вы считаете. Вот ваше мнение по этому опыту. Я сказал, что с точки зрения политолога, который никак не привязан к власти, который просто выражает свою собственную точку зрения, а это предпредоставили, как я советую. Да кто я такой, чтобы я кому-то советую? Хорошо. Господин Кульмейский, вот давайте мы ставим точку на региональное... То, что внешняя политика, потому что... Я прошу прощения, вот вы знаете, вот Республика Молдова все-таки... Мы все-таки удержались. В Республике Молдову удалось удержать мир. Мир и безопасность. И мне кажется... Ну, это очень важная вещь. Мне кажется, это не просто важно, это просто ключевая вещь. Потому что вот без мира и безопасности дальше нет ничего. И для такой страны, как мы, маленькой страны, возможное начало каких-то дестабилизаций, какой-то там, не знаю, конфронтации для Республики Молдова означает конец. В прямом смысле этого слова. Конец Республике Молдова как государство. И поэтому то, что Республике Молдова удалось удержать мир вот в этом бушующем океане, во всем этом геополитическом водовороте, при том, что шансы на то, что Республику Молдова засосет в этот геополитический водоворот, были очень велики. То, что удалось этого добиться, сохранить мир, сохранить стабильность, я считаю, что это крайне важно. Я считаю, что любое правительство, неважно, кто бы это был, любой президент, любое правительство, вот это должно сделать своей первой очередной задачей. Именно поэтому необходимо настолько тщательно продумывать политику, которую ты внедряешь. Кстати, необходимо сегодня даже тщательно продумывать и то, что ты предлагаешь, и заявление, которое ты делаешь. Если ты политик, не такой эксперт, как мы. Мы с вами эксперты, поэтому мы можем себе позволить многие безответственные вещи. Но если ты политик, если ты претендуешь на какую-то роль в государстве, если ты хочешь быть его главой или кем-то еще, то что ты должен действительно серьезно продумать. Даже если ты кандидат в президент, ты должен хорошо и тщательно продумать, к чему приведут те или иные предложения, те или иные действия, значит, та или иная политика. Очень важно. Я на самом деле сильно и очень надеюсь на то, что все будут придерживаться вот такого ответственного подхода, потому что более того, сейчас начнется избирательная кампания. Знаете, есть такая теория пирога. И чтобы не получилось так, что все начнут топтаться по нему ногами, падать туда головой. И в конечном итоге от этого пирога просто не останется ничего. Чтобы не получилось так, что мы так будем бороться за мир, что камня на камне не останется. Знаете, было такое знаменитое выражение. Боролись за мир так, что не оставили при этом камня на камне. И вот тут, мне кажется, ответственность всех политических сил. По настоящий момент правительство действительно вело грамотную, выверенную политику в этом направлении. И в этом смысле им удалось удержать ситуацию, удалось сохранить мир Молдови. Господин Куминский, последний вопрос про регионы. Это бесконечный разговор, поэтому его закончить невозможно. Есть голоса, которые говорят, что есть возможность, что Евросоюз... Говорят про распад Евросоюза. И они говорят, что, допустим, есть страны в Евросоюзе, в регионе, которые там ситуация вообще крайне не очень рос, так называется. Вот, допустим, болгары снова проголосуют в октябре, в седьмой раз с 2021 года. И есть некоторые эксперты, которые говорят, что это грозит усложнить ситуацию в Евросоюзе в целом. И после объявления о проведении этих досрочных выборов, седьмых, как я уже сказала, возникают вопросы с назначением еврокомиссара от Болгарии. Потом еще одна горячая тема – вступление Болгарии в зону евро. Что происходит там в Болгарии, господин Куминский, как вы думаете? Вы знаете, мне кажется, что это больше все-таки такие вещи, больше технического, чем стратегического характера. Не такие важные, да? Не то, что не такие, они важные, но Болгария, Румыния, Польша, Чехия, Словакия, Балтийские страны. Венгрия. А? Венгрия. Венгрия. Никто из них, из Евросоюза выходить не будет и не собирается. Знаете почему? Хотя бы даже потому, что если вы сравните показатели этих стран до того, как они вступили в Европейский Союз и после того, как они присоединились к Европейскому Союзу. Вы имеете в виду ВВП? Я имею в виду абсолютно все показатели. Вот просто любые показатели. Про ВВП. Ну, ВВП – это такая условная история. ВВП можно мерить по-разному. ВВП можно мерить, значит, по рыночным ценам. Просто в переводе там, какой объем ВВП в номинальном измерении в Молдове, какой он там в Румынии, Венгрии. А можно его мерить по паритету покупательской способности. Это сколько, значит, на ту или иную сумму дохода вы, как граждане страны, можете себе там позволить товаров. Это пересчитывает на реальную покупательскую способность населения, потому что она разная. Уровень цен, уровень инфляции, уровень других экономических показателей разный в разных странах. Так вот, любые показатели, которые вы возьмете, а я когда-то этот вопрос анализировал, я там всех деталей этого всего не помню, но это рост в несколько раз. И объемы экономики, и ВВП, и уровня благосостояния, и пенсии, и зарплаты, и всего такого. Я уже не говорю про то, что все эти страны, которые вступили в Европейский Союз, они, по сути, были нет-то получателями структурных фондов Европейского Союза, помощи Европейского Союза. Для развития территории, для развития экономики, для развития бизнеса не все и всегда было эффективным. Но если посмотреть на показатели того, что они получили по итогам этого процесса, ну, я не знаю, кем ты должен быть для того, чтобы серьезно с кем-то обсуждать выход из Европейского Союза, из этого межгосударственного библии. Ну, это вообще не то, что не в их интересах. Мне кажется, что это просто какие-то пропагандистские истории, которые запускаются кем-то для того, чтобы показать, что Европейский Союз, значит, не так уж он и хорош в плане толчка экономическому росту новых своих стран-членов, как это утверждается. Я сейчас с большим удивлением наблюдаю за то, за тем, как многие бывшие молдавские политики, которые там горой стояли за Европейский Союз, стучались головой об стену до крови, Европейский Союз или смерть, знаете, как там, Патрия, Родина или смерть, да? Сейчас начинают рассказывать, о, нет-нет, знаете, вот через пять лет после того, как я стучался головой об стену и кричал, Европа, Европа... Как вам, господин Куминский? Не важно. Как не важно, пусть наши телезрители... И вот через пять лет после этого они говорят, что, ой, вы знаете, нет, уже все, в Европе все поменялось, там уже все не так, все уже по-другому, это уже не та Европа, я больше уже туда не хочу, нам не надо в Европу. Вот так вот они начинают говорить. И, честно говоря, меня это очень сильно удивляет, потому что вот такое переобувание в воздухе, наверное, оно происходит только потому, что сегодня как бы в Европу Молдову ведут не они. То есть, если они вели в Молдову в Европе, то она в Европу, то, наверное, все это... Это все еще было бы... А вы думаете, что это важно, кто ведет Молдову в Европе, господин Кульмич? Я думаю, что важно, чтобы мы туда двигались. Зачем мы не монополизировать вот этот наш паркурс? Я не думаю, что мы можем говорить с вами о монополизации, просто, знаете, как бы, ну, это даже с точки зрения политики, правильное движение, направление правильное. Если вы спросите меня, есть ли какая-то возможность предложить альтернативу, ну, как бы, я так представляю себе, как разрабатывается политическое предложение. Да нет сегодня возможности кому-то разработать какую-то связанную политическую альтернативу интеграции в Европейский Союз, которую можно было бы предложить на политическом рынке Молдовы, да? Я не вижу, что это могло бы быть. Брикс, ну, не смешите меня, пожалуйста. Значит, вступление в Евразийский Союз, ну, если ты начнешь продвигать вступление в Евразийский Союз в сегодняшних геополитических реалиях, когда Россия воюет против Украины, а мы находимся в окружении двух стран, Украины и Румынии, целью которых является вступление в Европейский Союз, ну, я не знаю, кому ты можешь такое впарить? Просто никому, мне кажется, в Молдове. Никто в Молдове на это, в здравом уме на такое не пойдет. Так вот, и в этих условиях, когда Европейский Союз, по сути, является единственным направлением, да, партия ПАС это сделала, вообще, ну, как бы, правящие, значит, все люди, которые во власти, они это сделали своим основным слоганом. Это правильно было с политической точки зрения? И сегодня, конечно же, людям в оппозиции сложно найти какую-то альтернативу, какое-то другое предложение политическое, которое могло бы вызвать интерес у граждан страны. И поэтому идет постоянная, бесконечная критика, да, критика, 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 вот то, что это не так, зачастую это, не знаю, часть, наверное, оправданная, часть просто фейки или выдуманные какие-то вещи. Так вот, я хотела спросить, вы думаете, вся критика необоснованная? Я так не думаю, наверное, но я пока там, знаете, как бы там, мне очень трудно сегодня отделить зерна от плевел, потому что объемы этой критики такие, что все абсолютно другие кандидаты, их там, не знаю, сколько их там, 20, 30, 18, может, их 40 там будет или 50. Не дай бог. Да, вот они все там, знаете, как вот, значит, они там все вещают из разных каналов, все что угодно, я уже такое там слышал, и мне лично сложно судить о том, что из этого там правда, что криво, что из этого пропаганда. Ну, как-то вот создается такая какофония. И, кстати, они себе этим оказывают дурную услугу, на самом деле, медвежью услугу, да, потому что в отсутствии какого-то связанного позитивного предложения, альтернативного предложения, на одной критике ты далеко не уедешь. Эта история молдавских выборов показывала уже неоднократно. У тебя должен быть хороший, нормальный, связанный, понятный, альтернативный проект, альтернативное предложение, позитивный. Вот это вот крайне важно. И причем для кандидатов, сейчас мы с вами там про политтехнологии будем говорить, значит, для кандидатов на какую-то серьезную роль постоянно продвигать критику, постоянно критиковать и брать на себя вот эту негативную роль, это не очень хорошая ипостась. Как правило, это всегда проигрышная ситуация, потому что люди за такое не голосуют. Они не голосуют за все, что связано с проблемами, с негативом, они голосуют все-таки за более какой-то светлый образ будущего. Выбор – это всегда про будущее, это никогда не про прошлое. Так что они это взяли в качестве основного слогана такого. Ну а теперь, да, всем остальным сложно найти какое-то связное политическое предложение, которое можно было бы представить. Я очень надеюсь, кстати, что мы в Молдове с вами дойдем до ситуации, когда у нас будет несколько таких политических центров силы, которые скажут, да, стратегическое направление правильное, в том числе, кстати, и левоцентристских сил. Вот, например, господин Стояногло говорит, что он… – Проевропейец. – Он проевропейец. – Да. Вот я бы, честно говоря, вам бы даже предложил бы, пригласите господина Стояногло и поговорите с ним детально и предметно, что это означает. Пусть он расскажет, что конкретно сегодня в плане интеграции в Европейский Союз идет не так, что нужно делать быстрее, что нужно делать медленнее, да, и как мы можем вот эту цель, которую мы все преследуем, он говорит, что он проевропейец, что он за вступление в Молдово-Европейский Союз, как мы можем эту нашу, значит, политическую задачу продвигать быстрее. Вот такой дебат был бы очень интересным, потому что тогда бы общая цель и задача не ставилась бы под сомнение, а люди бы говорили о том, почему мы до сих пор не добились более серьезных прогрессов на этом пути, да. Вот мне кажется, что так вот было бы интересно, потому что… И все-таки же… Интересно было бы узнать и понять, потому что я, честно говоря, для себя так еще пока не понял, что вот это вот, что означает, что он проевропейский кандидат. Ну, я уверена, что он будет. Отвечательно на ваш вопрос. Раскроете, это было бы интересно, мне кажется, для всех зрителей. И все-таки же рейтинги ПДС и в том числе президента Майя Сандо упали. С чем это связано? Ну, это неизбежный процесс, потому что рейтинги любой правящей партии за четыре года в нахождении во власти всегда падают. Я, честно говоря, не очень сильно припомню, чтобы даже… Ну, вот Билл Клинтон во втором, у него рейтинги очень серьезно подросли, но за него голосовали очень многие республиканцы, в том числе и потому, что они не видели никакой альтернативы. Альтернативы, да. Вот, но рейтинги это рейтингами. Я, честно говоря, сегодня склонен не очень сильно доверять опросам общественного мнения. Я вам объясню даже почему. Почему? Знаете, почему? Потому что сегодня мы все-таки проходим через особенные времена. Сегодня не какая-то обычная ситуация, не какие-то обычные выборы. И в том числе война, в том числе вот эти все геополитические изменения, в том числе вся эта глобальная ситуация, она неминуемо у людей вызывает в голове полный переворот очень многих представлений и концепций, которыми они жили раньше. Поэтому сегодня, честно говоря, сказать наверняка, как думают люди, как они относятся к тем или иным вопросам, мне будет сложно. Но во многом потому, что и я сам зачастую не могу дать точный ответ на этот вопрос, потому что изменения происходят с такой головокружительной скоростью, что за ними зачастую не уследишь. И я бы, честно говоря, не стал бы на 100% полностью доверять этим вопросам. Мне кажется, люди, знаете, за кого проголосуют? За кого? За того, кто даст им мир, безопасность и понятную, абсолютно четкую, понятную перспективу сохранения мира, безопасности и развития в будущем. Вот, мне кажется, ответ на вопрос, кто выиграет президентские выборы. Интересно. Кстати, про эти выборы, господин Кульминский. Что вы думаете про эти декларации в последнее время про диаспору? Вот многие голоса говорят, что диаспора уже не горит желанием голосовать, потому что она разочарована. Вот о голосовании по почте, допустим, на данный момент только 400 граждан Молдовы зарегистрировались для голосования по почте. Точно так же и в других странах на участии в предстоящих выборах зарегистрировано почти, допустим, в России зарегистрировано почти столько же, сколько в Италии, Великобритании, Германии и Франции вместе взятых. Многие говорят, что это какой-то знак. Или все-таки рано сделать какие-то выводы, что диаспора не будет голосовать осенью? Я думаю, будет. Я думаю, диаспора будет голосовать. Я, честно говоря, в этом не очень большой специалист, что касается голосования диаспоры. Я не могу тут высказываться на эту тему. Чтобы не интерпретировали дебаты. Нет, я просто не разбираюсь. Я прямо и честно говорю, знаете, еще учиться и учиться очень многим вещам. Например, чем больше ты чего-то читаешь, тем больше ты понимаешь, как мало ты на самом деле знаешь и насколько неглубоко и поверхностно разбираешься в тех или иных вопросах. Не знаю, но у меня такое чисто поверхностное впечатление. Я думаю, что диаспора и на этих выборах будет очень активна, потому что ставки очень высокие. И это же, мне кажется, очевидно для всех. И даже если диаспора не будет поддерживать тех или иных конкретных лиц и политиков, я думаю, что направление развития страны, вот эту генеральную линию, если хотите, за нее диаспора, мне кажется, проголосует. Потому что это важно. Ты не можешь в такой ответственный момент для страны, когда определяется ее будущее, на много десятилетий вперед. Вы имеете в виду референдум? Я имею в виду вообще, где будет Республика Молдова, с кем она будет. Будет ли она в Европейском Союзе в безопасности, или же она останется в серой зоне, где будут происходить самые неприятные возможные события. Я думаю, что этот вопрос никого не оставит равнодушным. Я думаю, очень сильно надеюсь, потому что диаспора была во многом и всегда наиболее ответственной, если хотите, частью общества Республики Молдова. И поэтому я думаю, что мы увидим и на этот раз такой достаточно серьезный процент участия в диаспоре. Но опять же таки, я не большой специалист в этом вопросе. Минэнерго просил комиссию по чрезвычайным ситуациям ввести состояние ранней готовности на рынке природного газа после нападения украинцев в Курске, Российской Федерации. Эта новость вызвала ряд эмоций. Что на самом деле, как вы думаете, будет означать эта чрезвычайная ситуация? Потому что люди уже, когда слышат чрезвычайную ситуацию, они начинают говорить... Подметает истерику. Да. Что происходит опять? Что нам надо делать? И как это все будет? Ну, вы знаете, если газ будет поставляться так, как он поставляется сегодня, то это ничего не будет означать. То есть это никаким последствиям не произведет. Насколько я понимаю, был введен такой режим на случай, если поставки газа в Молдову прекратятся. В Молдове никто не хочет, чтобы эти поставки газа прекращались. Все хотят того, чтобы они продолжились. Потому что это позволит сохранить предсказуемость, стабильность, в том числе и по поставкам электроэнергии. Поэтому ни в чьих интересах в Республике Молдова, чтобы это... Но вдруг, если по независящим от Молдовы и от молдавского руководства причинам, если это произойдет, то нужно будет принимать какие-то быстрые, резкие меры. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет, потому что мне кажется, что газ продолжает поступать, несмотря на то, что вы видели всю эту ситуацию вокруг газа. Газоизмерительной станции в Судже, через которую, по сути, газ поступает в Венгрию, в Словакию и в Приднецовский регион. Там 5.7 миллионов кубометров в сутки. Но, с другой стороны, если бы хотели это остановить, то для этого, наверное, не нужна была бы... Газоизмерительная станция в Судже, она в этом смысле не играет какой-то глобальной роли. Это можно было бы остановить по любой части трубопровода. Так что будем надеяться, что все будет в порядке. И тут хотелось бы, знаете, немного успокоить всех в этом смысле, потому что это не означает, что что-то Кишинев собирается предпринимать. То есть если что-то произойдет по независящим от Кишинева причинам, то это позволит предпринять быстрые действия для того, чтобы не оставить страну без газа и электроэнергии. Вот и вся история. То есть я лично в этом ничего абсолютно такого, что могло бы нагнетать, истерику не вижу. И мне кажется, что это рациональное решение. Господин Кульминский, гибридная война, если она еще существует, и почему до сих пор не устранили все угрозы? Определите, что вы имеете в виду под гибридной войной? Что такое гибридная война и какие угрозы? Вот-вот, что такое гибридная война, господин Кульминский? Гибридная война – это уже все, да, по-моему. Потому что вот этот термин, гибридная война, стал очень неузуальным у нас в стране. А все знаете, кто этот термин ввел первым? Кто? Не в Молдове его ввели. Не? Не в Молдове его придумали, нет. А где придумали? Ну это тоже очень интересно. Но не будем уходить в сторону от нашего разговора. Но и придумали его далеко не у нас. Его придумали совсем в другой стране. И в России его придумали. Вот это российский термин на самом деле. Гибридная война. Они сами его придумали и ввели его в использование. Так. Но послушайте, я лично считаю, что гибридная война – это штука совершенно реальная. И направлена она на то, чтобы сбросить, сменить правительство не демократическим путем, не путем выборов, а путем дестабилизации, путем пропаганды, переворота, подкупа, вливание денег грязных, да. Вот это все, значит, сменить вообще направление движения страны, сменить руководство страны. Еще раз подчеркну, не путем выборов, потому что только так, выборами нормальными, демократическими. Как мы привыкли это делать? В Республике Молдова должно меняться руководство, да. А путем подкупа избирателей, вливания денег, значит, пропаганды, дестабилизации, ничем не вызванных эскалаций и так далее, и тому подобное. И, конечно же, действительно, государственные институты, причем неважно, какая власть бы находилась в Республике Молдова, они должны обладать достаточными знаниями, умениями и возможностями для того, чтобы эти угрозы предупреждать. Это их задача. Они с этим должны справляться. Без сомнения. Ну а как это все делается? Для Молдовы эта история относительно новая. Вы расскажете нам эту историю после короткой рекламы и паузы. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Вот мы вернулись в студию. Сегодня у нас гость господин Владислав Кульминский. Господин Кульминский, быстренько ту историю, которую вы хотели нам рассказать до рекламы. Да, собственно, мы ее и закончили уже по большому счету. Хорошо. Вам, во-первых, большое спасибо за интересную дискуссию, которая вообще не касается, знаете, кто про кого что сказал, кто кому что дал, купил. Ну, знаете, это не самое важное. Почаще бы таких разговоров, но действительно важные. Да, но у меня, у нас есть еще очень много минут, и у меня есть последний вопрос. Насколько в настоящее время у нас соблюдается все-таки этот принцип нейтралитета, о котором все говорят, и особенно политики, которые сейчас вот в эту компанию будут этот термин использовать? Склонять. Полностью? Да. Я не вижу, где и в чем принцип нейтралитета сегодня в Молдове нарушается. Просто не вижу, где и в чем. Что касается способности Молдовы защищать себя, но любая нейтральная страна, любая нейтральная страна может оставаться нейтральной страной только в том случае, если она способна защитить себя от агрессии. Просто. Швейцария, например, обладает одной из наиболее боеспособных армий в Европе. И причина, по которой нацистская Германия не зашла в Швейцарию, да, нейтральную Швейцарию, при том, что, по сути, все вокруг уже было под их контролем, и они могли зайти совершенно спокойно в Швейцарию, заключалась в том числе и в том, что потери нацистской Германии, которые были бы сопряжены с возможной попыткой взять Швейцарию под свой контроль, были бы просто чрезмерно велики. То есть это даже была такая история сдерживания. Это одна из причин. Там было много других причин, в том числе и где хранилось золото, и много других вещей. Но и для Республики Молдова я абсолютно не вижу. Мне кажется, это бессмысленный разговор о том, что если Республика Молдова наращивает свою возможность защиты, это абсолютно никак не идет, ни в какое противоречие с нейтральным статусом Республики Молдова. Да вообще посмотрите на все страны, которые обладают этим нейтральным статусом. Они все, по сути, обладают такими достаточно боеспособными, сильными вооруженными силами. Это абсолютно нормальный процесс. И, кстати, очень многие из них сотрудничают с НАТО. Я напомню вам, что... Кто у нас начал сотрудничество с НАТО? Воронин, нет? Ну, коммунисты, конечно. Партия коммунистов, которая гратовала за то, чтобы мы пошли, вступили в Союз России и Беларусь. Они начали очень серьезную программу сотрудничества с НАТО, в рамках которой Республика Молдова действительно начала наращивать свою обороноспособность. Я тоже такие, знаете, как... Такое переобувание в воздухе мне тоже часто непонятно. А сегодня они кричат о том, что Молдова там милитаризируется, или Молдова, значит, каким-то образом нарушает свой принцип нейтралитета. Абсолютно нет ни в чем. Я пока не слышал ни одного аргумента, разумного аргумента, которому я мог бы поверить, и который бы меня убедил в том, что мы что-то там делаем против своего статуса принципа нейтралитета. Я, кстати, бы призвал бы там, опять же таки, всех там политиков, опять, мы с вами эксперты, мы там, знаете, как-то особо-то ничего не решаем, но всех политиков, которые на эту тему говорят, быть ответственными, не нужно нагонять истерику в обществе Республики Молдова, что что-то, кто-то в Республике Молдова там милитаризирует страну. И особенно я хотел бы очень, очень бы сильно бы вот всех тех там 40-50 кандидатов, которые будут принимать участие... Господин Кульмейский, не шутите. Да, то есть они должны понимать, что все эти предвыборные дебаты, это там не телеканал Порнхаб, что там действительно крайне важно проявлять ответственность и крайне важно не нагнетать истерику в обществе Республики Молдова. Абсолютно никаких предпосылок там к эскалации, к войне в Республике Молдова сегодня нет и не существует. Никаких предпосылок к тому, чтобы у нас были какие-то недопонимания, противоречия с Приднестровским регионом, нет и не существует. Нет никаких посылок и никаких причин, по которым бы Республика Молдова Кишинев начал бы эскалацию с Камратом или наоборот Камрат начал бы эскалацию с Кишиневом. Нет абсолютно никаких причин для этого. Поэтому эту тему желательно, чтобы все те, которые будут участвовать в этой президентской кампании, чтобы они ее оставили в стороне. Потому что это тема, которая может разжечь костер внутри страны. Это тема, которая может разогнать истерику в молдавском обществе. Это тема, которая может общественное мнение накалить до такой степени, что вся эта пропаганда и вся эта откровенная ложь, которая будет литься, она может просто стать потом самосбывающейся реальностью. Такое бывало не раз в истории многих стран. Поэтому здесь нужно быть крайне ответственными в том, что ты говоришь на эту тему, на тему войны, конфликта и так далее. Потому что я уже слышу, что одна мадам поехала в Голубе, где-то в Тирасполе она выпускала и выпустила ролик, который просто по степени своего безумия превосходит все, что я видел вообще за последние 10 лет из всей пропаганды в Республике Молдово. Где ты это вообще взяла? О чем ты вообще хоть говоришь? Понимаешь, о чем ты говоришь? Господин Гульмейский, спасибо, что вы согласились. Извините за такой эмоциональный конец, но спасибо. Но мне эта тема очень важна. И знаете, если люди будут раздувать эту историю, то она действительно может стать реальностью. Спасибо вам огромное. Ждем еще. Вы смотрели передачу Шаптизили. Я Радика Кравченко, и мы встретимся с вами уже на следующей неделе. Для тех, кто поздно включился, напоминаю, посмотреть все передачи Шаптизили в повторе можно на Ютубе, на странице нашего телеканала или на странице Фейсбук Шаптизили. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова